13 апреля стартовали командно-штабные учения МЧС России с органами управления и силами Единой государственной системы предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов, связанных с обеспечением безопасного пропуска весеннего половодия и паводков, а также с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров. Кашхабрский район принял участие во всероссийском учении. Основная цель мероприятия – это проверка готовности и тренировка органов управления и силы Единой государственной системы предупреждений и ликвидации ЧАЭС, вызванных сезонными рисками. Утром 14 апреля в администрации района состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧАЭС под председательством главы района Заура Хамирзова. Были поставлены цели, обозначены задачи. В рамках проведения второго этапа всероссийских учений по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера, сегодня в 6 часов утра поступила вводная по подтоплению населенных пунктов муниципального образования Кашхабрский район. Всего вводной у нас подтоплено 3 населенных пункта – это хутор Казенок-Ужорский, село Натвербово и хутор Красный майско-российского поселения. После получения сигнала к 6.30 сигналы были доведены до органов управления сил и средств территориальной подсистемы, общероссийской системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также были оповещены члены КЧС, члены эвакуационной комиссии, главы сельских поселений. В 6.30 в район возникновения чрезвычайной ситуации в село Натвербово была оперативная группа муниципального образования Кашхабрский район под руководством Глазунова Евгения Владимировича, который доложит обстановку из кабинета главы администрации Натвербовского сельского поселения. Все службы жизнеобеспечения района, а также задействованные в проведении учения спецслужбы были переведены в режим повышенной готовности. Всероссийские командно-штабные учения проводились с 13 по 15 апреля текущего года. В рамках начала поводка опасного периода и пожароопасного сезона мы совместной группировкой сил РСЧС проводим на территории республики командно-штабное учение. Командно-штабное учение проводится под руководством МЧС России. В данный момент мы выбрали Кашхабрский район непосредственно Натвербово. В течение трех дней мы отрабатываем с 13 числа перевод всех органов управления и сил в режим чрезвычайной ситуации, организацию взаимодействия между всеми нашими министерствами и ведомствами и на практике в течение двух дней. Вчера были отработаны у нас 14 числа ликвидация условно-чрезвычайной ситуации, связанной с возможным поводком. Проработали на практике со всеми министерствами и ведомствами спасение непосредственно людей на воде, организация взаимодействия, оказание первой медицинской помощи и все сопутствующие мероприятия. Сегодня день у нас посвящен ликвидации условного природного пожара. Сейчас группировка в 10 часов начнет практическую отработку своих действий по тушению природных пожаров. Как прошел первый этап? Какую оценку вы можете дать? В целом у нас республика готова к проведению поводка опасного, прохождению поводка опасного периода пожароопасного сезона. Соответствующий акт составлен. Вчера мы в этом убедились. Все силы без исключения отработали в полном взаимодействии. Это и энергетический блок энергетики, электрики и межрегион газ и, соответственно, территориальная подсистема, которая и в районе непосредственно. То есть все силы, средства, дорожники, коммунальные службы, естественно, федеральные составляющие, все МВД, Росгвардия, все в полном взаимодействии отработали. В ходе учения отрабатывались вопросы по оповещению и информированию населения об угрозе возникновения подтопления, проведению поисково-спасательных работ в зоне подтопления, эвакуации населения, организации работы пунктов временного размещения, медицинского обеспечения и психологической помощи, а также проведению берегоукрепительных и аварийно-восстановительных работ. 15 апреля сотрудники регионального МЧС и представители республиканской подсистемы РСЧС отработали мероприятие по тушению природных пожаров. По легенде учения в районе села Натырбова произошло возгорание лесного массива площадью около 28 гектаров. Пожар перекинулся на жилые дома и хозяйственные постройки села Натырбова. В тушении условного пожара были задействованы силы и средства республиканской РСЧС Адыгеи численностью 205 человек и 40 единиц техники, в том числе от МЧС России 32 человека и 10 единиц техники. Объединенная группировка сил и средств с поставленными перед ней задачами справилась в полном объеме.